Хороший пример заразителен. В эту субботу служащие муниципальных предприятий города, городской и районных администраций выйдут на уборку городских улиц. Кроме того, за каждым департаментом и структурным подразделением будут закреплены участки территорий, на уборку которых сотрудники будут выходить по графику среди недели. Поручение губернатора. Основной упор будет делаться на подготовку уличной дорожной сети города, уборку мусора, вытаивающейся под снег. Поэтому первый субботник, который будет проведен силами муниципальных служащих в эту субботу. Та же работа ждет и сотрудников крупных предприятий города и студентов. Главная задача – успеть привести город в порядок ко Дню Победы. Работы в субботу будут начинаться с 10 утра. За ходом уборки будет установлен контроль. Свои усилия наращиваем, наращиваем. И выходных у нас нет. Строите графики работы. Кто-то в субботу отдохнет, кто-то в воскресенье. У нас и работы много, и документов много мы должны подготовить. Но весь период до 9 мая мы работаем в таком режиме, как договаривались. Один из основных источников загрязнения – контейнерные площадки, которые содержатся управляющими компаниями в ненадлежащем состоянии. Раньше вывозили только мусор, находящийся в контейнерах. Теперь управляющие компании обязаны очищать от хлама всю площадку. Первый заместитель главы администрации Самары Виктор Кудряшов поручил главам районных администраций в случае неисполнения своих обязанностей управляющими компаниями незамедлительно обращаться в Роспотребнадзор. Им будет грозить штраф до 300 тысяч рублей. Анастасия Зубрева, Максим Гусев. События.